вы хотите грамотно пользоваться своим разу эту машину нужно за 100 обманом заставлять работать вот вот о чем то есть не речь не о том что разум мы обманываем а мы обманным способом его заставляем работать когда он не хочет а он не хочет чаще всего мы как бы применяем какой-то обходной метод который как бы заставляет эту машину завертеться понимаете как бы душа она сама вертеться не хочет пойти как бы а у него человека же еще есть такое понятие как страшно там и при прочее как бы вещи и все это причины почему разум работать не хочет да то есть я испугалась поэтому я не буду ничего делать это то есть нам нужно обмануть не сам разум разум механизм его не обманете а обмануть я то себя до таким способом чтобы я заставила этот разум заработать давайте вам простым языком тупым покажу как работает разум в этом в этой системе вот представьте себе что вы работаете в предприятии зарплата вас 500 долларов с которых вы 200 за квартиру платите можете да представить себе банальная ситуация все в порядке да за квартиру вам платить 20 числа поняли да а зарплата у вас 18 вот представьте вам зарплату не выдали а за квартиру плоды платить надо ну и поэтому хозяйки рассказывайте что когда вы дадут зарплату вы как бы эту но 200 этих долларов и отдадите приходите на работу вам говорят вы знаете когда зарплата будет неизвестна ну то есть как бы такая вот как бы ситуация вот возникает задача с напряжением да как думает человек где бы взять 200 долларов до зарплаты да и что нам нужно сделать чтобы изменить свои мозги то есть вы должны не вот это себя спрашивать где 200 долларов взять а я бы поинтересовался как много проблем у членов палермитанская мафии с платой за квартиру вот что интересно есть такие ситуации попадают ли в такие ситуации люди которые являются членами мафии палермо и тогда возникает вопрос почему вот тогда вы начинаете понимать что вы что-то не то делаете в жизни понимаете вот тогда вы начать поля что что-то не то делать почему этих людей нет проблем с квартиры с машиной сдачей там совсем остальное у вас они возникают вот если вы правильно сформулируете вопросы пойдете в альтернативный отрасль и к ней обратитесь с вопросом как каракулу вот тогда вы поймете что вы что-то не то делаете в жизни то есть как работает альтернатива здесь вы вместо того чтобы думать где 200 долларов взять понятно еще их надо где-то взять да но сначала монополо понимаете как бы сначала нужно спросить альтернативного потому что сейчас то вы найдете эти 200 долларов рассчитаетесь с хозяйкой но эта ситуация не факт что не повторится в вашей жизни понимаете может она повторится через шесть месяцев может она повторится через восемь месяцев и пока вы альтернативу не спросите а чё ж такое тогда вы поймете что вы что-то не то делаете в жизни понимаете что заниматься нужно наверное как-то по-другому всем а как вот вы сразу поймете что нужен человек вместо фермы то есть вы изучите итальянскую альтернативу это тяжело ребята ее тяжело изучать итальянскую альтернативу если вы изучите то вы поймете что нужен человек вместо поэтому легче изучать какую русскую криминальную традицию она перед вами итальянскую тяжело изучать не у всех есть доступ к итальянской криминальной традиции но кое-что всегда можно понять понимаете кое-что можно понять спросив альтернативу а чё вот эти на мерседесах ездят они чтобы на работу что же ходят как бы там эти адвокаты всякие ходят на работу там где всякие а чё не а чё не за квартиру не боятся то есть что чё не там это такая организация которая году за своих членов не привыкла нести ответственность также как же каждый член организации привык соответствовать этой организации понимаете вы в этом то весь и прикол это обоюдная игра не в одни ворота вот когда вы когда вы начнете эти вопросы вы поймете что где взять 200 долларов на неправильный вопрос то что вы его задавать все будете бесконечно этот вопрос в этот вопросе будет задавать всю жизнь а где еще 200 до а вот а вот у меня нет туфлей на зиму а где еще 200 долларов и эти вопросы будут постоянно сыпаться на башку вам понимаете пока вы не поменяете мозги пока вы не придете вот туда этот пример он постоянно ну вот человеку объясняет на простом уровне что происходит то есть люди быстро меняют мозги они быстро ищут ответ на вопрос почему там по-другому и понимают что видимо что-то они не то сделали а